Рак толстой кишки Важно помнить, что злокачественная опухоль толстой кишки берет свое начало от новообразования, не являющегося злокачественным. Эти новообразования можно обнаружить с помощью простого колоноскопического обследования, в процессе которого они тут же удаляются, просто без всякой операции, а также со стопроцентным восстановлением. Симптомами являются изменение характера дофекации, боль в животе, главным образом в его нижней части, ощущение спазма и дискомфорта, появление крови в кале, общее ощущение слабости, болезненные ощущения и потеря веса. Иногда возникает потребность в предопрационных процедурах, состоящих из лучевой или химиотерапии. Эти процедуры уменьшают объем опухоли, тем самым сокращают объем резекции. При раке толстой кишки требуется резекция отрезка кишечника, на котором расположена опухоль, и ткани вокруг, включая лимфатические железы, действующие в данной области. До недавнего времени резекция толстого кишечника производилась открытым способом, со вскрытием брюшной стенки и резекцией болезненного участка. В последние годы все чаще применяется лапароскопическая методика, что означает резекцию толстого кишечника без вскрытия брюшной стенки. Преимущество лапароскопической методики в ускоренном восстановлении – менее сильной боли после операции, сокращение срока госпитализации и более благоприятные косметические результаты. После операции врач может дать рекомендацию о продолжении лечения в онкологической клинике в зависимости от показателей опухоли и результатов операции. Исследования в США показали, что там, где проводились регулярные колоноскопические обследования, заболеваемость раком толстой кишки снизилась. Фильм снят по заказу больницы Асута. 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 Продолжение следует...